Добрый день, уважаемые поклонники смешанных единоборств! В эфире очередной выпуск подкаста «Лоу Кик в голову» и его ведущий Сергей Наумов. Сегодня у нас в гостях легковеса ECB очень зрелищный и харизматичный боец Эдуард Вартанян. Эдуард, добрый день! Добрый день всем подписчикам, всем, кто нас будет слушать. Спасибо, что ты сегодня с нами. Мы с тобой раньше не общались, поэтому традиционный вопрос – как ты увлекся спортом, с чего начал и как пришел смешанное единоборство? Традиционный вопрос для тех, кто со мной первый раз видится из журналистов. Все очень просто. Я хотел научиться защищать себя. Это в колледже было, на втором курсе. И записался на секцию боевого самбо. После службы в вооруженных силах я решил снова продолжить заниматься и как-то попал на профессиональный мир. Все завертел и закрутилось до того момента, что мы сейчас с тобой разговариваем. Ты успел выступить на двух турнирах «Легенда». Шикарное шоу, но в итоге промоушен закрылся. Насколько я понимаю, у организаторов сейчас проблемы с законом. Расскажи об этом периоде своей карьеры. Как это было? Ну, я могу сказать то, что проблемы с законом громко сказано, потому что Руслан Сулейманов – тот вдохновитель, тот человек, который создал клуб «Единоборс номер один», который организовал турнир «Легенды». Его основная задача – это сделать красивые, зрелищные бойцы. И не забывайте, он не единственный, а первый, кто привез Джона Джонса, Фабицу Вердума, Джорджа Петросяна и огромнейшее количество топовых бойцов, которые были на слуху, никогда не были в России. И он познакомил нашу публику именно с этими звездами, и надо отдать должное. Безусловно. Безусловно. Ты можешь рассказать вообще, как ты попал в «Легенду» и в клуб номер один, и что было вначале? Вначале в клуб, потом на турнир «Легенды» или как? И вообще, твои ощущения от всего этого были очень нетипичные для России организации, очень нетипичные шоу. Может быть, ты поделишься просто впечатлениями изнутри, так сказать? Да, я поделюсь впечатлением, потому что, можно сказать, вся моя профессиональная карьера до этого этапа была связана с клубом «Единоборс номер один». У меня рекорд сейчас 16-2. Все бои я провел в «Легенду». И все бои... Мой третий бой был на «Легенде». То есть, у меня рекорд был 2-0. И третий бой у меня был на «Легенде» на центральном телевидении. И потому что Руслан Сулейманов в меня поверил, он предоставил мне возможность, которую я воспользовался. Если говорить о внутренней кухне «Легенды», то основной принцип заключался – самые конкурентные бои. то есть, никаких там продвижения своих бойцов и так далее. У меня первый бой был с соперником Сергеем Хандошко, который рекорд был 15-0. То есть, там именно был зазор такой, и показать шоу как зрелище, какое-то светское мероприятие в то же время с непосредственной спортивной составляющей. То есть, 50 на 50 вот такая была. Но ты жалеешь о том, что сейчас проект, получается, закрылся, не функционирует? Или все нормально? Он свое дело сделал и двигаемся дальше? Да, нет. Я считаю, что еще потенциал большой был у этого проекта. Просто там определенные финансовые трудности и так далее. ряда вопросов, которые, во-первых, я не знаю, наверное. А во-вторых, то, что я знаю – это сложность рынка нашего осмешившего набора. Да, я согласен. Рынок у нас сложнейший. Мы об этом с тобой еще потом поговорим. Вернее, мы начнем уже сейчас. Он даже, знаешь, это, извините, перебиваю. Он не развит просто. Я могу тебе пример привести. Я полтора месяца жил в Бразилии, там у меня бой был. И я просто пошел постричься в парикмахерскую, а там был как раз бой Андерсона Силы и Крису Вайдману. Вот там вот парикмахер нетрадиционной ориентации обсуждали бой, который прошел с Вайдманом и Крисом. Там, если ты говоришь, типа «Лютодорти» – боец, то там тебе сразу «О, круто, круто» и так далее. Самое популярное – это в Бразилии, если так говорить, то на «Смешанные единогорства» на третьем месте популярность. Это, по-моему, субъективное мнение. После футбола и чего еще? И волейбол. Окей. После футбола и волейбол. Насколько я это понял, прочувствовал все. Эдуард, а на что надо, чтобы у нас смешанные наборства были так же популярны? То есть, в каком направлении работают люди, которые этим занимаются, твое мнение? Я думаю, в том, в котором сейчас направлении работаем, это самое оптимальное. Просто у нас, знаешь, накостенелые гляды. Вот, допустим, по поводу «Матч ТВ». Почему «Матч ТВ» не пустает ACB? То есть, это просто, знаешь, ну, как бы, не к этому складу, но просто меряются амбиции из «Матч ТВ». То есть, ACB готовых сотрудничать. Посмотри, какие зрелищные бои в ACB. Бесспорно. Да, не знаю почему. Вот ты мне расскажи. Ты же там выступаешь, может быть, ты знаешь что-то из кухни. Я вот знаю, я знаю то же самое, что мне говорит руководитель нашей лиги, это МРБ Касси, что, ну, они там, ну, какие-то условия выдвигают и так далее. Они говорят то, что это, типа, несмотребельно, то, что у вас нет бойцов хороших, то, что вы не на том муке и так далее. Ну, понятно, что это к реальности никакого отношения не имеет. В этом плане я могу сказать, что в России смешанные наборства тоже на третьем месте популярности, на втором – футбол, а на первом – мерятся амбициями. Вот это спорт у нас самый популярный, видимо, это и происходит. Да? С «Матч ТВ». Нет, на самом деле я бы не сказал то, что у нас смешанные единосы на третьем месте, потому что у нас есть еще хоккей, есть еще биатлон, и эти все виды спорта, они, на самом деле, перекрывают смешанные заборства. У нас вообще, я не знаю, на десятом, на двенадцатом месте. Я почему так говорю? Потому что вот я сам в бойцовском мире кручусь, да, я думаю, блин, все знают, что такое смешанные единоборства. Но по факту, когда ты знаешь, говорят, во-первых, начинают про бои без правил говорить, которые мне, в принципе, режут слух, это выражение. Бои без правил там бывают в клубе, там, в полусинем состоянии, вот это реально бои без правил, там, на улице, когда там тебя подвезают и так далее, вот это бои без правила. У нас смешанные единоборства, у нас спорт, который регламентирован, у которых есть правила, и тем он красивее красивый. Согласен, но получается, только популяризация может в чем заключаться? Продвигать в массы, соответственно, выходить на ТВ, что больше. А тебя, кстати, на улицу узнают? Ну, я бы не сказал, на самом деле. То есть на турнирах, да, конечно, а вообще на улице. Слушай, а получается, у тебя бывают такие ситуации, ты там, не знаю, пошел в клуб, еще кто-то на ногу, кто-то наступил, и начинаются какие-то это, люди, люди начинают пытаться наехать, вызывают тебя отойти куда-нибудь. Происходит до сих пор или нет? Мне просто любопытно. Ну, я тебе могу сказать, что я не хожу в клуб, поэтому... Так, а куда ты ходишь, кроме тренировок? Ну, скорее всего, это время провождаем с друзьями, то есть, когда собираемся после боев, ну, с каком-то дома, либо с загородом и так далее. То есть, я реально не помню, когда постоянно на двух улиц, потому что, на первых, у меня семья, у меня дети. У меня, как бы, другие сейчас приоритеты, у меня другие сейчас ценности. Понимаю, лагично, да-да. Вообще, не расслабно. Во времена, вот, когда мы выходили Максим, Баркорстен, допустим, у кого-то, кто-то бой выиграл, мы с тобой едем, все празднуем. Можно сказать, что это, знаешь, к приходу, ты идешь к уши побухать, да нет? Это другая тенция. Угу. Ну и замечательно, в принципе. Вернемся к БМ, если ты не против, ты дебютируй в ACB на 15-м турнире организации. Боем с дагестанцем Жамалом Магомедовым. Поединок в итоге стал легендарным, я считаю. Вот сейчас по порядку разберемся, почему. Во-первых, я читал твое интервью, где ты говоришь, что он укусил тебя за палец. Это правда, во время боя? Нет, за палец меня не кусал. Я не кусал? Ну, а, то есть, ничего себе, уже фальсификации какие-то в интернете. Хорошо. Второй момент сейчас разберем. После боя, по информации, с Мигтия в раздевалку ворвались фанаты соперника и устроили драку. Да или нет? Расскажи, как было. Ну, там была немного другая ситуация, но конфликт исчерпал, поэтому говорить не о чем. Хорошо. То есть, подробности мы не услышим. Окей. Можно сказать просто, в целом, были еще в карьере подобные случаи. То есть, не спортивного поведения со стороны болельщиков или команды соперника и так далее. Потому что сейчас актуально. Недавно Владимир Минеев, мы с ним тоже общались на днях. Поехал в Дагестан выступать и там уходил уже с толпой из нескольких десятков человек, которые пытались разобраться с чем-то и так далее. уходил в раздевалку. У тебя еще бывали такие случаи? Да. Это вообще, насколько часто это происходит в одноборствах? Сейчас, когда происходит, из-за этого делают и СМИ, и, в принципе, болельщики делают некое событие. Ну, а насколько это реальная проблема? Ну, блин, это реально. Это часто происходит. То есть, постоянно, к тому же в Дагестане, где очень такие горячие нравы, но люди быстро отходят. И сразу же все выходит на мировую. Угу. Опять, это тоже амбиции, непонятные, необоснованные амбиции. То есть, мне так кажется. Я таких случаев очень много был видел и по алибутинским соревнованиям и так далее. Да, там кто-то кому-то задел плечом и все, пошла волна. Понятно. Вернемся к боям. Последнее поражение в карьере. Ты потерпел год назад. Проиграл Абдул-Азизу, Абдул-Азизу, Абдул-Ахабову. Можешь рассказать, что пошло не так в этом поединке? Мне показалось, ты не совсем похож на себя. Либо сразу, либо после того, как пропустил пару ударов. Но интересно, естественно, что ты об этом думаешь. Ну, ты полностью прав, но на самом деле у меня такие ситуации бывали, но из-за того, что этот бой так освещался, это было очень заметно. Да, действительно, у меня что-то не то, что пошло не так. Не было настроя абсолютно. Я провел хороший лагерь трехмесячный. Я был практически в идеальнейшей форме, наверное, в одной из лучших своих форм. Но настроя на бой не было. И я в очередной раз убеждаю, что секрет успеха, секрет победы – это именно настрой в психологическом плане. То есть насколько ты настроен. Ты можешь, знаешь, тренироваться две недели и выйти за счет всего спокойствия, расслабленности, выиграть человека, который пахал два-три месяца. Все из-за настроя. Он может гореть, а может нет. Вот в данный момент я просто был не настроен. Понимаю. Я думал, знаешь, я думал, что вот три месяца то, что я пропахал, это было достаточно для того, чтобы просто выйти в клетку, там один раз ударить, там был один, выйти, там пробьет клетку и так далее, и я все, я типа заберу пояс. Вот такой у меня будет настроен. Это все меня не настроен. А выводы какие-то ты сделал? Да, я выводил, и по следующим боям можно было сделать выводы. Понимаешь, я считаю так, если ты выходишь на бой, то все, ты не должен думать, что будет после боя. Ты должен думать, что в момент боя будет. То есть, ты должен полностью следовательно был на самом бою, а не в каких-то делах после. Что ты будешь делать там после, как ты будешь это в поезд. Мысленно уже прокручиваешь дырки, да, гвозди перебиваешь, куда его повесишь, да? Да, да, нет, ты выходишь как будто все, у тебя это крайний бой, выложится все или ничего. Интересный момент, вот Конор Макгрегор говорит о том, что, чем я отличаюсь ментально от других бойцов, они думают, когда идут на бой, о том, что может им предложить соперник о его сильных сторонах, а я думаю только о себе, о своих сильных сторонах, мне вообще по барабану то, что предлагает соперник. Что ты можешь об этом сказать? О чем надо думать? Ну, что он имеет в виду, понимаешь, просто его бой с нейдизом, когда он всеканул и сдался, постучал, ты знаешь. Я, допустим, когда с багом дрался, я в услугу, потому что, ну, во-первых, это было быстро, а во-вторых, это было неожиданно для меня. И я знаю много людей, которые засыпают, а что они хотят сдаваться. А он сдался, он просто, он понял, что его силы, его удары не настолько сильны, чтобы заставить на этой идее создаться, как обычно это бывает. Он же знает, что есть сильный удар, у него есть коронка. И он всегда это использует. И всегда, во всех случаях, это проходило. Сейчас это не прошло. И это его, и это его, ну, и это его бдительность, ну, потерялась. То есть, он не был готов к какому-то сценарию, что человек останется на ногах. А потом, делая за малым, он продолжил свою работу. Так, а ты считаешь это показатель, что он морально слаб? То, что он постучал именно, а не дал себя сдушить до потери сознания? Нет, ты знаешь, если бы он сражался, там, то есть, когда была ситуация, ну, вообще, да, я считаю, что надо, блин, надо до конца сражаться. Саша, да. К тому же, ты понимаешь, там был выход, там реально был выход. Он просто не знал, что делать. Он из-за того, что попал в такую жесткую ситуацию, сразу же постучал. Ты имеешь в виду технического, он мог выпутаться из удушения со спины? Сто процентов, сто процентов. Он мог перевернуться на него, понимаешь, там, пойти в сторону захвата. Он не силен, на мой взгляд. То есть, он выдохся, он там со своим телом больше воевал под конец. Ну, естественно, он пропускал, а Дунета Диуса ничего не отнимал. А под конец, в смысле боя, естественно, да. Да, там, ну, неожиданно как-то, он совсем устал резко. Александр Шлеменко говорит о том, что если ты нокаутирован наглухо, либо задушен наглухо, то есть, ты не сдался, не постучал, то ты не проиграл, ты умер в бою. Что думаешь о таком мнении? То есть, это не поражение? Ну, как не поражение? Это поражение, понимаешь? Что тебя к этому привело? Я не согласен с этим. Если нокрутирован. Ну, а что ты делал не так? То есть, это, наоборот, это в подспоре для того, чтобы продолжать рост, понимаешь? То есть, ну, как бы, что значит не умер? Ты должен выходить, как будто ты готов умереть, понимаешь? Но, просто что он имеет в виду в этом плане? Да кто знает. Мы никогда не знаем. Мы только, видишь, можем свои суждения какие-то высказать. Эдуард, скажи, а, говоря об этом, больше мотивирует расти, двигаться вперед, изучать что-то новое, не знаю, поражение или победа? Знаешь, когда ты один раз осёкся, ты постоянно совершенствуешься. И, допустим, после осечки у тебя победы, 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 но всё равно ты не зацикливаешься. Ты помнишь, что ты проиграл. И, как бы, и должен уделять этому больше внимания. Эдуард хотел бы... Это могу тебе принести пример ковбою с уродом. Видишь, он показывает, он выходит на короткое давление и так далее. Но, мне кажется, в каком-то, знаешь, ментальном плане он не растёт. Потому что он постоянно один и тот же. То есть, да, он выходит, но, допустим, с Мосс Видалем он вышел, и за счёт своих технических пробелов он проиграл. А ты имеешь в виду, он не развивается как боец? Я имею в виду, он развивается технически как боец, он не развивается ментально как боец. А как это увидеть? Я не совсем понял. Я уловил твою мысль, но я совсем понял, как ты это понял по боям. Потому что, опять же, когда у него не идёт его игра, так сказать, он ломается и проигрывает? Например, из Мосс Видалем? Нет, то, что у него постоянно одно и то же состояние. И вот если в этом состоянии он выигрывает, он показывает, ну, красочный бой и так далее, он доминирует. Если у него получается, да, что-то? А если не получается, то он сразу тухнет. Как? Ну, знаешь, тут... Ну, в каком-то смысле, да. Но, вот смотри, допустим, бой его с Петтисом. То есть, он выиграл, выиграл, бам, Петтис выходит, и сразу же его в печень. Потом то же самое с Досанисом. То есть, у него такая хорошая была серия. Прям выходит, бам, и снова с Досанисом. И снова Досанисом в печень просто неожиданно из-за напора выигрывает. То есть, если бы мне казалось, Досанис не был бы таким, ну, просторопным и агрессивным в начале, то Сирон бы включился в свою постоянную технику и выиграл бы. Ну, мне кажется, я уловил о чем-то. Хотел бы ты провести реванш с Али Баговым и Абдул-Вахабовым, если предоставятся такие возможности? Или у тебя нет вот этой идеи, что обязательно надо закрыть поражение от определенных людей? Нет, у меня такого нет на самом деле. Если есть возможность подраться за пояс, за титул, то я готов. Потому что сейчас, знаешь, у меня отобрали лук, у меня отобрали меч, и эти все инструменты, они у Абдул-Азиза. У Абдул-Азиза бой с кошки, поэтому победитель этой пары и будет владеть моим имуществом. А почему, подожди, почему отобрали? Ну, Багов выиграл меня, расстрелял меня из моего же лука. А, вот так вот, да? Абдул-Азиз забрал мою меч. У тебя запасного комплекта нет, что ли, я чуть не понимаю? Я думал, фирменная фишка, которая всегда с тобой. Фишка нету, жду в отсутствии. Хорошо, окей, интересная система. Поговорим о делах настоящих. 15 апреля у тебя бой с Александром Сарнавским. К слову, пытались поговорить и с Александром, но он в очередной раз от нас бежал, отказавшийся общаться с валюту.ру. Саша, если нас слушай сейчас, большой тебе привет. Хватит бегать, подпиши контракт на подкаст Луки в голову. Остальное тебе от нас в клетке передаст, я думаю, Эдуард. Ну, а, собственно, я от тебя хотел спросить, Эдуард, как и с кем и где ты готовишься к этому бою? В начале этап у меня в январе прошел в Таиланде. Это больше такой втягивающий этап был. На данный момент я готовлюсь в стреле, выгол с ММА, в клубе единоборств номер один. В довольно-таки многих залах, но все это в Москве проходит. А какие-то соперники, я не знаю, имитирующие манеру боя Сарнавского? Или все в привычном режиме? Все в привычном режиме, кто-то работает как он технически. Две трети фанатов, проголосовавших в вопросе на сайте ACB, дают победу Сарнавскому. Причем большинство считает, что он тебя за сабмитит. Что можешь сказать по этому поводу? Или этим фанатам, которые проголосовали за него? Ну, я всегда показываю хороший результат, когда underdog, на самом деле. Как незабавно звучит, но с боем с Абдул-Азизом я был фаворитом. С боем с Али Баговым я был фаворитом. Конечно, во что это вылилось? Понятно. Значит, да. Преимущество на твоей стороне, в данном случае. Да, но опять-таки, в таком плане фаворитом. В плане то, что я был выше в рейтинге Fight Matrix там и по всяким высказываниям и так далее. Да, да, да. Я понял. По мнению окружающих, в принципе. Сам-то ты себя, наверное, всегда одинаково чувствуешь в этом плане. Интересный момент. На пресс-конференции ты сказал, что зрителей ждет локальный военный конфликт. Я так понимаю, это попытка треш-токинга и привлечения интереса к бою, верно? Ну, это однозначно привлечение интереса к бою. Это и сам карт, который должен был произойти, он об этом говорит. И что реально будут противостояния, результат которых нельзя заранее спрагнозировать, нельзя заранее спланировать. На мой взгляд, это был один из самых лучших карт. Но, к сожалению, сейчас вы выбили Дураев, выбил Абдулазиз. Да, да. Немножко под рассыпался карта. Один бой сохранили. Там вышел человек на замену. Один перенесли, я так понимаю, в Питер. Но я теперь понимаю так, что больше внимания будет уделено главному бою и твоему бою. Что, в принципе, тебе только на руку, согласись. Простите за цинизм. Да, мой. Хотел сказать твое мнение об отечественных фанатах, вот в каком ключе. Ты, значит, начинаешь говорить, и говорить, на мой взгляд, интересно, про локальный конфликт, еще что-то. В принципе, это не важно. Главное, что ты проявляешь некую инициативу. Трештокинг или промо, как угодно это назови. Но, судя по комментариям людей, не все довольны. Начинается такая тема. Вернее, как бы издавна идет так, что вот у нас нет своего МакГрегора, у нас никто не говорит, у нас все серо, у нас все вежливые. Когда человек, например, ты начинает что-то говорить, разговаривать, то фанаты начинают ныть о том, что это он себе позволяет, у нас так не положено и так далее. Получается какая-то парадоксальная ситуация. Ты согласен? Блин, ну слушай, знаешь, я даже таких вот примеров не знаю, потому что я постоянно в социальных сетях отписываюсь, и кто-то, если что-то хочет сказать, я всегда ему пишу, давай, пиши в личку и так далее. Ничего себе, а дальше потом номера скидываете и встречаетесь? Я ревнусь. Ну, были пару случаев, знаешь, это просто страницы, которые скидывали номера. Такие деньги, короче, у меня, типа, закончились они, я говорю, еще чертила, знаете, телефон звонит, и все, и пропадали. Слушай, ну, фан, да. То есть, я так понимаю, я иду в бой и в реале. Готов до конца и в реале и в интернете. В социальных сетях, потому что я, ну, знаешь, такого сильно не было. Я знаю, что многие сказали, вау, ты круто сделал вообще, что ты очень хорошо на пресс-конференции себя проявил и так далее. Ну, я просто сказал все как есть, реально, то, что я думаю. Знаешь, когда ты говоришь то, что думаешь, тебе не за что стесняться. Если ты берешь и пытаешься одеть что-то масло, кого-то скопировать, то тогда это выглядит неестественно. А говорить, чтобы, знаешь, всем не будешь как бы дорог, ты всегда не будешь всем нравиться и так далее. Ну, мне все равно на это, на самом деле. Что-то там балаболит и так далее. Ну, мне как, да. Я могу ответить за свои слова. Ну, я не сомневался, в принципе. Единственный момент, когда занимаешь треш-токингом в России, есть своя специфика. Особенно, когда ты пытаешься патрулить кавказских бойцов, очень часто все это может завершиться пулей из травмата или покаянным видео в Instagram, примирительным каким-нибудь и так далее. Как я понял, с чувством юмора там проблемы, когда даже очевидно, да, что ты никого оскорбить не хочешь, просто пытаешься подогреть интерес к бою, не все адекватно реагируют. Поэтому, возможно, в России пока разговорный жанр не так развит. Потому что здесь все суровые ребята и все как-то воспринимают слишком в лоб. Вот у меня такое мнение сложилось. Ну, знаешь, просто у нас принято отвечать за свои слова, в этом все фишка. А тут смотри, как получается в США. Ты искусственно привлекаешь внимание к бою тем, что ты оскорбляешь человека. Ну, ты сам понимаешь, что оскорбление, то, что ты не делаешь в жизни, это накал страстей и так далее. А потом ты с ним братаешься, обнимаешься, хотя ты там материл его и так далее. Ну, для меня это как бы неестественно, знаешь. Если уж оскорблять, то до последнего. Или не стоит заниматься? Если ты знаешь, что ты имеешь против, то скажи это как есть. Зачем ты переходишь на личности, зачем ты там трогаешь семью и так далее. Типа треш-токинг, ты знаешь, этого, Челу Сонана и так далее. Ну, вот, я считаю, я знаю зачем. Человек заработал просто нереальные деньги. На рассказах о том, как братья Нагира приехали из Бразилии в США и пытались покормить морковкой автобус. Да, вот одно из самых смешных вещей. Раньше он умел как-то писать про мышку. Там было еще Сандра Сейнова просто гениально. Человек просто зарабатывает. Он имеет процент, предположим, от продаж платных телетрансляций. Я понимаю, что в России пока это не очень актуально. Но все равно, если ты будешь собирать полный зал и на тебя будут идти, то, я думаю, руководство организации будет тебе платить побольше. По крайней мере, в любой нормальной организации так должно быть. Поэтому цель мне есть. Да, Эдуард? Это понятно. Ты хочешь сказать, что Кейн Веласкес тогда не зарабатывает, Брок Леснер тогда не зарабатывает и так далее. Брок Леснер несколько раз больше заработал, чем Челу Сону, никого не оскорбив. Да ты что, Брок Леснер зарабатывал. Просто это немножко разные фигуры. Смотри, Брок Леснер пришел из прорестлинга, да, WWE, где он был нереально огромной фигурой. И он с собой привел еще столько фанатов. Естественно, ему принадлежит рекорд до Макгрегора. 1,6 миллиона они продали с Сен-Пьером там на пару. Что касается Веласкеса, я могу сказать, что он зарабатывает очень немного, потому что его бои продавались по 300-400 тысяч pay-per-view. Платных телетрансляций, да, было продано. Это меньше миллиона, да, например, очевидно. Или там 800 тысяч у Джона Джонса, вот он в этих пределах был. Там Рондо Роузи. То есть, получать, чем больше болтаешь, тем больше зарабатываешь. Хорошо, Сен-Пьер. Сен-Пьер, опять же, он мега популярен в Канаде. Он безо всякого треш-токинга, да, заходит. Но вот он такой. Он суперзвезда в своей стране. И я согласен, Сен-Пьер фигура, которому не надо ничего плохого сопернике говорить. Но если ты такой, ради бога. А если нет, вот приходится крутиться как языком, языком болтать. По-моему, это очевидно. Но это мое частное мнение. Не, ну, понял. Просто тут вопрос какой. Всех денег все равно не заработаешь. И вот, допустим, мне не нравится, что он как боец. Пытался он раскрутиться с Титу Ортисом, проиграл как Мишок вообще. Да, я согласен с тобой в этом плане. То есть, это выглядит неестественно. Вот Трештокел Макгрегора, он более актуален. Он говорит и делает, понимаешь? Да, да, я согласен. Ну, понимаешь, как бы это делается ставка, как Али, да? Мухаммед Али в свое время, он же тоже Трештокел. Когда еще Макгрегора там в проекте не было. И, в принципе, да. И подтверждал делом. Может и не получится. Вот Макгрегор проиграл Диасу. Многие считают, что совершенно позорно. Но, с другой стороны, он не боится позориться. Я бы сказал, в этом его сила. У него ничего страшного. Он идет дальше, выиграв второй пояс. И сейчас, возможно, подерется с Мэйвезером. Так что, в принципе, я думал, его усилия окупились. Он сейчас самый высокооплачиваемый боец. Я думаю, смешное единоборство можно совершенно смело сказать. Вопрос такой, Эдуард. Ты сейчас в ACB, но нет ли у тебя мыслей вообще, в принципе, когда-нибудь выступать за рубежом? Например, в UFC, в Беллатор. Я только рассматриваю UFC. На данный момент UFC – это первая организация с самым лучшим ростером. И для меня важно состязание. Я пришел в спорт ради состязания. И я думаю, если только UFC. Остальные промоушены меня не интересуют. А у тебя есть какой-то конкретный план по этому поводу? Например, там еще два боя, две победы и UFC? Мне уже контракт предлагали. У меня были и предложения. А финансово? Интересно тебе финансово? Или в чем загвоздка-то? Ну, конечно, интересно UFC. 10 плюс 10 плюс 2,5 от Рибака. Что-то неинтересно. Так. А в чем тогда загвоздка? Ты на жестком контракте с ACB? Нет. Мне надо было выигрывать бои, а я их проигрывал. А на тот момент, когда мне предлагали контракт на один бой, я не был психологически готов. Это было в 2014 году, когда у меня был рекорд 11-0 и так далее. Получается, смотри, если тебе нравится 10 плюс 10 плюс 2,5, ты себе получаешь меньше? Нет. Так. Хорошо. Я пытаюсь с подволью узнать, сколько нулей в гонораре. Мой любимый вопрос. Окей, ты доволен вообще финансами? Ну, практически одинаковые условия. Окей. Чего не быть довольным. Просто в UFC ты идешь, ну да, безусловно, из-за денежного составляющего, но у тебя же есть потенциал роста. То есть там есть платы и трансляции и так далее. Но я об этом не думаю, на самом деле. Мне важна больше конкуренция. Понимаю. Такой вопрос. Если вдруг ты будешь выступать, предположим, в UFC, подпишешь контракт, тебе интересно готовиться, тренироваться, изучать что-то новое в зарубежных кемпах или ты будешь тренироваться в Москве, а выступать в США, предположим? Я считаю, так, где дерешься, там ты должен тренироваться. Заодно акклиматизацию пройдешь. Да, это основное. Конечно, большую часть времени я буду в Москве тренироваться, но в лагерь подготовку я буду проводить в США. Сейчас у меня бой с Александром Сарнаским, я об этом не задумывался. Я об этом раньше думал, и, как видишь, это все печально заканчивалось тем, что ты заглядываешь за это. Я заглядываю только сейчас, 15 апреля, на следующей неделе, в ГЦКЗ России, в Дружниках. То есть у меня только это. Я сконцентрирован, я готов, и я хочу себя проверить, продемонстрировать все свои навыки. Замечательно. Эдуард, и напоследок вопрос из нашей постоянной рубрики. Вопрос, который волнует миллионы. Существует ли армянский бокс? Это отсылка, конечно, к Эдману Тарвердиану, который утверждает, что он есть. Мне кажется, ты должен знать. Существует как вид отдельный или нет? Как вид отдельный? Но есть представители Армении. Это Викбер Чинян, Артур Абрахам. То есть это огромнейшая плеяда боксеров. А ты видел то, чему он научил, например, Ронду Роузе? Это имеет отношение к боксу, по твоему мнению? Я имею в виду ее навыки работы в стойке руками. В ММА нет абсолютно. В боксе ММА разные вещи. Но какие-то вещи из бокса, они очень пройдут в ММА. Хорошо. А тогда такой вопрос. У Макгрегора есть шансы против Мэйвезера? Если бой состоится в боксе? В бою шансы есть всегда. Вопрос, насколько они малы. Или наоборот, насколько они велики. А шанс есть всегда. Дипломатичный ответ. Ага. К тому же Макгрегор, он нахуй утер. И поэтому все возможно. Окей. Напомню, друзья, Эдуард Вартанян подерется с Александром Сарнавским на уровне ACB57, который состоится 15 апреля в Москве в ГЦКЗ России. И вы все еще можете купить билеты на сайте ACB и увидеть это великолепие вживую. На этом у меня все. Спасибо тебе, Эдуард. Крепкого тебе здоровья. Соперников в чувством юмора. И удачи в бою. Спасибо, спасибо. И вам всех благ. Всех благ, счастливо. Друзья, подписывайтесь на канал valetuda.ru на YouTube. А также ставьте этому видео лайки и делитесь им с друзьями в соцсетях. Чем больше лайков и репостов, тем больше качественных подкастов с вашими кумирами. До встречи.